Душа-попечитель и консультант И, конечно, мы рассмотрим личность консультанта в противопоставлении черп характера, монологические черпы характера и диалогические Или монологическая личность, диалогическая, что и какой личности свойственно Опять же, каждый из нас делает сам выбор, что ему приемлемо, от чего он хочет избавляться, а в чем ему быть комфортно И быть в мире оно или быть в мире ты Вы, наверное, сразу заметите, что многие из этих черп личности где-то будут перекликаться между собой Мы брали из разных источников, из разных авторов Мы постарались вывести в эту таблицу практически всю информацию, весь материал, который мы нашли на эту тему Итак, чем же характеризуется такая монологическая личность? Во-первых, одна из черп монологической личности это конвенционализм То есть потребность следовать нормам и правилам Вместо того, чтобы была доминанта на человеке То есть доминанта не на его поведение, а доминанта на человеке Ну мы об этом уже говорили, в общем-то все понятно Ну, нет, может быть стоит все-таки объяснить Потому что пример какой-то привести Ну вот в школе, например, да, когда они слышали такую вещь Ребенок получает пятерку, а учитель говорит, заслужил Молодец, заслужил пятерку Вот, знаете, мы привыкли к этому слову заслужил Давайте подумаем, он кому-то служит Он служит учителю, что ли? Вообще ученик учителю прислуживает Вот слово заработал, затем другое А заслужил вообще, кто кому нам служит Когда приходит человек на беседу, на консультирование Мы ему говорим, ну как у тебя вот это получилось, ты сделал Да, вот я то-то, то-то попробовал Сослужил чашечку кофе Ну мы вроде бы как бы в шутку говорим, понимаете Но мы настолько порой привыкли к терминологии Что порой они не понимают Что терминология такая вещь, которая слова вообще западает в сознание, в подсознание конкретно Но мы это с вами все прекрасно знаем, что слово становится плотью И оно притворяется в жизнь Наш человек, который пришел к нам на нашу политическую беседу, нам с вами не служит И это ни в коем случае не должно нигде проявляться даже в нашей терминологии Следующая Следующая одна из черт такой личности Монологической личности Это авторитарное подчинение То есть он подчиняется авторитету безапелляционно То есть то, что сказал авторитет, он идет ему подчинение То есть сам не может взять ответственность на себя ни за какое решение То есть такой человек, который является логической личностью, ему нужны четкие, жесткие инструкции свыше Но и соответственно и от других требуют такого же подчинения себе Ну раз я тут поставлю душу попечителем, и ты ко мне пришел, тебя ко мне направили Сиди, слушай, я сейчас тебе скажу, что должно быть Но опять повторяю, что такой человек не может брать на себя ответственность Раз он живет четко по инструкциям, он ждет инструкции Раз человек не умеет брать на себя ответственность, если я чего-то не умею, я другого не научу В противоположность у теологической личности, это должны строиться отношения как субъект-субъект Не человек нам пришел как объект нашего воздействия А как человек-личность, такая же личность Вот начинала я свою педагогическую деятельность Я уже говорила, что у меня первое образование, я педагог Преподаватель языков английского и немецкого Когда я начинала педагогическую деятельность в обычной сельской школе, Михаил был на дальнем Востоке офицером Советской армии, а я работала местной школы Мы жили в военном городке, и там была только сельская школа, восьмилетняя, неполная Нет, в военном городке была школа, но там все, как правило, все жены военных педагоги, все места заполнены А вот в восьмилетней школе, в этой местной, там надо было ехать на автобус, там места были свободны, никто не хотел там работать Но когда я приехала, я поняла, потому что дети действительно очень, будем говорить, интеллектуальные, не скворные, не сложные Замечательные, как дети Вот там я, наверное, училась, там я стоялась как педагог, там я училась строить диалог с теми, кто мне даже где-то не понять И вот я была классным руководителем одного из классов, как мне казалось, мне очень повезло, потому что у меня были самые лучшие детки в моем классе Вот, и однажды, значит, я была учительской, заполняла журналы, у меня было окно, как это есть, да И приходит учительница биологии, говорит, Надежда Николаевна, вы с ним глядите, своих успокоите Они у меня, в общем-то, моих успокоят, да у меня здесь вообще самая спокойная в школе, как их успокаивать Ну и я пошла с ней, значит, у нее понятие, раз я классный руководитель, я должна успокаивать детей на ее уроки Я пришла, значит, на этот урок, открываю дверь, и я вижу картину Значит, парки все перевернуты, девчонки сидят, значит, за ними, как за перелегантами Мальчишки за окном, значит, они выпрыгнули окном, школа одноэтажная И, значит, они девчонок расстреливают из рогаток, из плевалок Яблоки кидают в этот руководитель, в окошко То есть они выскочили на улицу, и с улицы эти яблоки кидают в девочки И она заходит, значит, с таким возмущением, мне говорят, вы видите, что происходит Я это все увидела, они, конечно, меня увидят, глаза такие, тишина Я вышла, знаете, у меня хохот, я прохохоталась к очень большому возмущению от учительницы биологии Вот, а посмотрите, она, чей-то человек, со стажем, в школе проводила А я вот только после института, значит, говорю, как я смею, хочу там, значит Тут такая проблема, она... Ну, я зашла, значит, где-то минут пять зашла Все, парки на месте, мои сидят на меня смотрят Я говорю, замечательно, я говорю, пожалуйста, Мария Ивановна, продолжайте урок Она, конечно, взмутила, что я их не ругала Но потом, когда она читала учительскую, я сказала ей, знаете, конечно, я вас уважаю Как человек, имеющий стаж больше, чем я Но я вам могу сказать Больше меня к себе на урок восстанавливать дисциплину не смейте звать Вы сейчас показали свою несостоятельность, ладно, передо мной Но вы показали свою несостоятельность перед детьми Если ко мне дети приходят на урок Кто отвечает за дисциплину на моем уроке? Кто? Классный руководитель или я? Родители Или родители отвечают Я не понимаю, когда учитель пишет Учитель красной ручкой Ваш сын плохо вел себя на уроке Нет, а мама Привите веру Это чей урок? Твой? Твой урок Или придите в школу, ваш сын себя плохо ведет Нет, я понимаю еще вызвать родителей в школу И сказать, вы знаете, у меня не получается с вашим сыном контакт Помогите мне его найти Но родители должны отвечать за дисциплину на моем уроке Простите меня Это не профессионализм огромный И мы тогда вот такие вот вещи говорим в школах Мы очень рады, что я все больше и больше учлее начну с этим соглашаться Мы проводим сейчас по диалогизации в педагогике Нас приглашают проводить огромные такие семинары И мы рады, что все больше учлее на это откликаются Ну, конечно, есть недовольные Понятно, что каждый человек делает выбор сам В пользу монологизма или в пользу диалогизма заставить мы не можем Мы можем объяснить Следующая черта монологической личности Это авторитарная агрессия То есть это осуждение тех Кто отклоняется от нормы Это правило С нашей точки зрения Раз ты не вписываешься в наши ранки Ты не достоин нашего уважения Нашего разговора Нашей беседы Ну и так далее, и так далее В противоположность Диалогическая личность Она признает самоценность человека Что и он ценен в глазах Господа И в наших глазах Так же, как и я И мы всегда советуем Вообще, мы считаем, что есть какие-то вещи Которые должны быть настольными У консультантов Ну, например, видели такой фильм Форест Гамп Знаете, вот этот фильм должен быть просто настольным Особенно для человека Если вдруг в себе начинаешь Заходить такие вот черты монологической личности Посмотрите этот фильм И действительно, просто этот фильм поможет понять Что даже в человеке, который, значит, с точки зрения Ну, как бы вот ниже Ну, нет Это человек-личность и самоценная личность Есть фильм «Игры разума» Он совершенно потрясающий Там человек вообще у него был серьезно болен Шизофренией И до конца жизни Но этот профессор, который Профессор Нэш Представляете, он получил Нобелевскую премию Несмотря на свою заболевание Почему? Потому что его жена в какой-то момент Перестала в нем видеть вещь Она перестала в нем видеть больного человека Она в нем начала видеть Личность Личность, способную на совершение И она ему помогала И когда ему вручали Нобелевскую премию Он сказал Я хочу сказать спасибо Не коллективу, в котором я работал Им спасибо Лабораторию, с которой я вместе сотрудничал Им спасибо Но самое главное заслуга этой премии Это не моя заслуга А моей жены Потому что благодаря ей Что это случилось и совершилось Понимаете, по большому счету Мы все консультанты Мы все душепопечители Мы все А тем более Когда мы приходим к Богу Тем более Когда мы начинаем владеть истиной Потому что к нам идут люди И у нас нет выбора Быть душепопечителем или не быть Но у нас есть другой выбор Быть плохим душепопечителем Или хорошим Ну или наши терминологии Монологичным и идеологичным Ну что же Ну что же Да, мы тоже несовершенны У нас тоже есть черты Монологической линии Следующая чертовичность Следующая Человек, который ведет Монологичный такой диалог Не монологичный 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 диалог Монологичный В идеологической личности это гибкость мышления. Если пришел к тебе на беседу наркоману, что от него можно хорошего ожидать? Ничего. Он по определению уже такой. И я следую ригидным правилам. Для того, чтобы тебя освободиться, тебе нужно раскаяться в революционный центр, тебе нужно потом стать служителем, тебе нужно, знаете, вот такие ригидные правила по поводу всех проблем у человека. Шаблон, да. Шаблон, хороший шаблон. Действие по шаблону. Но важно понимать, что в общем-то Библия это не шаблоны, которые нам Господь поставил. Если вы сделаете шаг вправо, шаг влево, все. Да, есть заповеди, которые мы не можем нарушать, не убей, не прелюбодейство, о которых сегодня говорилось. Но в основном Господь нам говорит о принципах. То есть Библия это, знаете, бриллиант. А у бриллианта множество граней. Чем больше граней, тем более ценный бриллиант, представляете? И если мы повернем этот бриллиант, он так же красив и прекрасен. Но это тот же самый бриллиант. Хотя уже по-другому переломляет свет. И может быть моя точка зрения с этой стороны бриллианта, вот эта грань. А человек, который пришел к нам на консультацию, и он с другой стороны смотрит на этот бриллиант, у него другая точка зрения, но это не противоречит писанию. Если это не противоречит писанию, если это часть основного бриллианта, и вот если человек обладает гибким мышлением, он способен увидеть разницу во мнении. Он способен увидеть, это часть бриллианта, или это вне бриллианта. Если вне бриллианта, да. И даже в этом случае мы важны право на выбор. Вот, понимаете, какая личность? Но гибкость мышления, у малагичной личности ее нет. Там только шаблон. Дальше. Эмоциональная закрытость и эмпатия. Ну, есть такие термины в психологии. Эмпатия – это наоборот открытость и желание принять человека. Ну, или библейская плачьтесь плачущими. Вот это, в общем-то, эмпатия. Ну и радуйтесь, естественно, всем, кто радуется. Ну, мы уже приводили такой пример, просто очень показательный. Или нет? Скажите, вы знаете, какая сейчас самая популярная операция в Англии? Мы в прошлом году говорили. На сердце? Нет. Нет. Хирург Антоний Митром исследовал человеческий организм и нашел на шее на основании шеи в основании такой нерв, который отвечает за покраснение кожи. Если человеку стыдно. Это операция... Это очень дорого стоит. Он проводит их всего 2-3 в день. Бывает 5, если много плачут. Он перерезает этот нерв, и человек перестает краснеть. И в него очередь на несколько... Бизнесмены, игроки в карты, когда там все хотят сделать эту операцию. У него очередь. Представляете, люди стыдят своих эмоций. Идем дальше. Личность консультанта монологическая. У нее вера в собственную непогрешимость. У нас все самое лучшее. Все остальные, в лучшем случае, как мы сказали, братья наши меньшие, в худшем случае, еретики. Язычники. Халдеи. Как угодно там называть. Противоположность монологической личности. Диалогическая личность уважает мнение каждого человека. Об этом тоже постоянно говорим. У монологичной личности цинизм. Такое, знаете, ожесточение к чужой боли. То есть это не личность, а перелом ноги. Это не личность алкоголя. Ну, алкоголизм, да. Вообще, я никогда не опаздываю. По определению. Ну, если я даже опоздал, это случайно произошло. Но вот другие, это их характеризует. Это вы решали ли в собственную непогрешимость? И в цинизм тоже. Потому что они всегда опаздывают, потому что это в их характере, потому что они безответственные абсолютно люди. Ну да, это происходит у них нечасто. И мне все равно, почему они сегодня опоздали. Это их проблемы все равно. Понимаете? То есть, да, да, это вместе идет. Вместо того, чтобы безоценочное отношение к человеку определить. Кстати, вот тоже насчет безоценочного отношения. Вот диалогичная личность никогда не скажет. Ну, например, когда приходит на рынок и увидит там много людей из с юга торгующих, понаехали тут. Вообще, вот эта фраза, понаехали тут, знаете, это признак низкой национальной самооценки. Вот, к сожалению, то, что сейчас в нашем русском народе стало пробуждаться, знаете, вообще это страшно. Понимаете? То есть мы признаем, что нас, нас могут задавить. Но если мы понимаем, что мы личности, что мы действительно сильный народ, это наши традиции, мы сильный народ, мы можем существовать вместе. И никаких проблем не возникнет. А слова понаехали тут, и значит, нас начинают давить, и нас все унижают. То есть мы сами себе поставили дело... Мы себе сами держатся. Да. Все. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Дальше. Следующий признак монологической личности. Самоутверждение через зло. Ага. Не получил. Ага. Как тебе и надо. Не послушал моего совета в прошлый раз. Ага. Вот так пришел опять. Да. Опять пришел. Мы можем даже этого не сказать, но это видно. Злорадство. Да. Ну как же, не послушал меня такого умного, мудрого. Все, получил. Все. Либо в наших отношениях присутствует непредвзятость. Каждому по максимуму. Мы каждому даем все возможное, что можем выдать. Да. Любовь, слезы, радость, совет, помощь, сопровождение. Мы все выдаем по максимуму. Следующая черта монологической личности. Мистическая предрасположенность. Ну мы оставим в стране гороскопы, гадания. Пятачок под пяточку, да? И так далее. Мистическая предрасположенность церквиат может проявляться хотя бы в том, что вот, знаете, такие супердуховные люди говорят, рядом со мной стояла пескосынки. Я не могу молиться когда-то. А вон там вот, это что это, приехал вообще пастор, ну и что, что он не на стороне. У него, этот, как-то, на голове. И ракет. В голове. И сел ведь куда-то, да в нашей... Я не могу. Сегодня слушать проповедь и быть полностью пропитанным. Тоже мне рэпер нашелся здесь. Это же у нас тут чужой дух, и я уже не могу. Понимаете, это начинает такие... А этот мистика, ну вообще, твои отношения с Богом. Почему и ракет мешает твоим отношениям с Богом? Совершенно непонятно. Это мистика. Ракет мешает, отсутствие косынки мешает, или наличие сережек мешает, в носу что-то там, если есть, у кого-то мешает. Это мистика. А мы были в такой церкви, где съезжаются на мотоциклах все вот эти вот рокеры. И у них пастор такой же. Да. И ничего нормального. А он специально стал рокером, чтобы достичь рокеров. Понимаете? Потому что они собираются, они съезжаются, это группа, это компания. И католический костюм предоставляет... И католический костюм, правильно сказал, костюм? Да, католический. Предоставляет им время специально, именно для собрания. Когда на площади мотоциклов тяжело пройти ко входу. Знаете, ну замечательно. То есть... Но если мы к ним не пойдем, кто к ним придет? И если у нас такая мистическая предрасположенность, то мы сначала скажем, сначала голову помоем, сережку вынем, пусть даже пока дырка зарастет. А то вот у нас все, мы не можем молиться, у нас дух. Дух может получать. А ориентироваться мы должны на здесь и сейчас. Вот то, что сейчас здесь происходит, реалии этого времени, реалии проблемы. То есть нам нужно идти дальше своего я, дальше своей способности мыслить. Вот вы знаете, в нашей... Пособии. Пособия, жизнь продолжается. Если вы немножко полистали, вы увидите, что здесь мы разные подходы к консультированию. Используем в том числе и такой подход, как лечение притчами, сказка, терапия, разные вещи. Вот мы хотим оттуда такую зачитать притчу. На девятой странице она изложена. У восточного торговца был говорящий попугай. В один прекрасный день птица опрокинула бутыль с маслом. Торговец разгневался, ударил попугая палкой по затылку. С этих пор умный попугай разучился говорить. Он потерял перья на голове и совсем уже облысел. Однажды, когда он сидел на полке в лавке с его господином, вошел лысый покупатель. Вид покупателя привел попугаев в страшное волнение. Он начал подрыгиваться, хлопал крыльями, хрехтел, хрипел. И, наконец, ко всеобщему изумлению обрел способность говорить. И произнес, ты тоже опрокинул бутыль с маслом и получил подзатыльник? Поэтому у тебя нет волос на голове? Так, знаете, порой притч скажешь больше, чем вообще все предыдущие часы лекций. Правда? То есть попугай не может мыслить иначе, как вот... Только своими категориями, только своей болью. Поэтому мы еще раз повторяем правила. Других людей мы можем вылечить ровно настолько, насколько... Здорово с вами. С людьми, которых консультирует этот человек. Какие советы он дает. Как на практике это реализуется. Каким образом ведутся беседы. Прежде вы отдаете душу своего ребенка в руки чужого человека. Вы должны иметь максимальную информацию. Иначе будет вред. Навредит этот человек в душе вашего ребенка. Вы же знаете, какое будет воздействие? Конечно. В одной мы были в церкви, там душепопечитель человек. Интересно, что мы проводили супружескую конференцию. И именно в это время, вот в конференции, он назначил себе какие-то встречи. И жена подошла и пожаловала с него, что он жесток с ней. Он очень требовательный в сексе. Она плачет и говорит, что детьми отчужденного. Посмотрите, дети ее даже папой не называют. Уже последние несколько лет. И представляете, он консультирует людей. Нам стало страшно. Этот человек, который ведет беседы с людьми, а он уполномочен этой властью. Человек, который не смог в своей семье построить отношения, сможет отпущить о церкви. И узнав такой даже немного информации, вы своего ребенка поведете к этому консультанту? А вы своего мужа пошлете к этому консультанту? Если у вас с ним проблемы. Понимаете, что этот консультант посоветует в данном случае вашему мужу? То есть, этот человек душепопечитель по вопросам семьи и брата? Уполномоченный в той конкретной, большой причем церкви. Понимаете? Эти вещи очень страшны. Да, у него есть образование, он окончил там и семинарию, и университет. Но опыт показывает, что? Сможет он это применить на практике, свои все знания? Или он живет, как получилось? То есть, мы говорим еще раз, других мы лечим ровно настолько, насколько здоровы сами. Все. Поэтому максимально, конечно, на эту тему нужно думать, думать и думать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!